Самарские рыбаки пытаются скрыть незаконное орудие лова от посторонних глаз. Для этого они идут на разного рода хитрости. Например, подтапливают сети и оставляют их на несколько дней под водой без опознавательных знаков. Такие ловушки наносят огромный ущерб обитателям водоемов. Попадая в западню, обездвиженная рыба попросту гибнет уже через несколько часов. Ежегодно с браконьерами борются представители Росрыболовства и общественники. Они выходят в совместные рейды на моторных лодках. Мы, как правило, проверяем состояние наших рек. Река Самара, река Волга, стрелка реки Самары. И, соответственно, мы в обязательном порядке смотрим, не установлены ли орудия браконьерского лова. Чтобы найти браконьерские сети, инспекторы используют специальное снаряжение. Они погружают в водометаллические крюки, закрепленные на трос. Таким образом, на поверхность можно легко достать незаконные снасти. По словам сотрудников Росрыболовства, за последнее время число нарушителей в Самаре резко сократилось. Законы ужесточили, и люди попросту боятся рисковать свободой и кошельком. У нас предусмотрена административная ответственность по статье 8.37, часть 2 административного кодекса Российской Федерации. И если у нас ущерб является крупным, то у нас предусмотрена уголовная ответственность по статье 256 Уголовного кодекса. Спустя несколько часов участники рейда все-таки нашли браконьерскую сеть. Рыбаки спрятали ловушку в укромном месте. Вот такой сегодня у нас улов. И в эту сетку легко могло запутаться несколько десятков килограмм рыбы нашей Волжской родной рыбки. В этом году представители общественности и сотрудники надзорных ведомств проведут еще несколько совместных рейдов. Работа по поимке браконьеров в Самарской области продолжается. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова